Виталий, приветствую тебя! Сегодня у нас среда и, соответственно, время для нашего второго недельного эфира. Сегодня еще мы с тобой обсуждаем рынки, технику и фундамент перед очень важным событием, потому что вечером, если ориентироваться на московское время, в 21.00 выйдут протоколы последнего заседания американского регулятора. И, конечно же, такого рода фундамент, особенно в свете того, что сейчас все ждут более агрессивного подхода от регулятора в плане процентных ставок, сегодняшние протоколы будут интерпретироваться как возможность получить больше информации относительно сроков и, пожалуй, наверное, даже самое главное, темпов ужесточения монетарной политики и повышения процентной ставки. Если я прямо предлагаю перейти к демонстрацию экрана, у меня индекс доллара сейчас закрыт. Так, секундочку. Так, друзья, индекс доллара уже котируется на отметке 99,54. Это максимум с 2020 года. Рост довольно-таки внушительный, и причем этот рост, индекс американской валюты, опирается на множество факторов. Это на то, что доллар пользуется спросом как защитный актив, доллар выигрывает из-за роста доходности американских облигаций, я всегда тем, кто следит за долларом, рекомендую параллельно посматривать на рынок долгосрочных облигаций, ну, как минимум десяток, десятилетних облигаций, трежерис. Сейчас тоже многолетний максимум в районе 2,6%. И это тот самый фон, на котором доллар, ну, просто, ну, не может не расти. Мы фактически каждую неделю получаем подтверждение от голосующих членов РС, что они склонны к проведению более агрессивной, жесткой монетарной политики и готовы буквально на заседание, которое состоится в мае, уже прям поднимать руки за то, что ставку необходимо повысить на 50 боесных пунктов. Вчера об этом высказали Силайн Брейнер, Тедели и Джош. Я думаю, что все, по-моему, уже, кто ответственен будет за решение и кто голосует вообще по итогам заседания регулятора, они уже все анонсировали готовность отдать свой голос за то, чтобы стремительнее повышать процентную ставку, потому что только лишь более агрессивный подход может хоть как-то остановить рост инфляции, который, как мы знаем, в США по итогам февральских данных достигло 40-летних максимумов. А еще скоро будут уже мартовские цифры, я думаю, что там показатели будут значительно выше. Короче, индекс доллара – это актив, который позволяет сейчас отыгрывать геополитические события, как защитный инструмент. Индекс доллара покупают, потому что за ним стоит регулятор, намерен повышать процентные ставки. Индекс доллара растет, потому что хороший фундамент в виде макроэкономических отчетов, non-farm perils, ISM в сфере услуг, вчерашний релиз. Короче, трудно сейчас к чему-то придраться, поэтому, друзья, здесь тренд остается мощный, восходящий. Те, кто интересуется не совсем волатильными инструментами, но на долгосрок без свопов, я думаю, что можно покупать вообще, в принципе, с любых значений индекс доллара и ставить на максимум, который мы видели в период пандемии, это 103, там, около того пункта. Но основные сделки все-таки у меня по более ликвидным, что ли, и по более волатильным активам. Собственно, по европейской валюте ранее была ставка на снижение, и эта ставка себя оправдала. Сделка оказалась довольно-таки неплохой, потому что евро действительно скорректировал и не выдержал вот этого давления в виде роста курса на доллара. Как мы все прекрасно знаем, индекс доллара и евро-доллар – это коррелирующие активы между собой. Все, в котировке 1.08.84 в целом, я думаю, что 1.08 мы еще можем увидеть, тем более, что вот это нисходящее ралли, оно продолжает развиваться. Многие считают, что основная причина – это рост доллара. Я согласен с этим, то, что евро – это обстоятельство вынуждает снижаться. Кто-то считает, что уже в игру вмешалась политическая составляющая и выборы во Франции. В частности, в эту отреботу, первый раунд голосования, вроде бы как, Макрону, которому упрощились 100% вероятность победы, сейчас уже и не так уж очевидно. Все-таки сможет ли он сохранить с собой этот пост. Конечно же, политического рода неопределенность – это то, что не является попутным ветром для покупки сейчас европейской валюты. И не стоит забывать про вот эту рецессию, про стокфляцию, про энергетический кризис, про все еще обсуждаемую возможность отказа от российских энергонатителей даже себе в ущерб европейскими странами. То есть негатива достаточно как бы на противовесе с тем, что было сказано про доллар. Здесь исключительно один очень негативный фон, поэтому и развитие нисходящей динамики. Так, по поводу рынка нефти. По Brent я рекомендовал дождаться снижения в районе 103 долларов за баррель и там покупать. Ну, чуть-чуть мы тянули до уровня этой отложки, прям фактически считанные центры. Ну, что же тут поделать. Я, собственно, сохраняю эту сделку в их осилии и считаю, что в случае коррекции, опять же, Brent в район 103-105 долларов за баррель, это будет хорошая точка для входа на долгосрок, потому что мы видим, что решение США о продаже статистических резервов не стало прям такой крайне негативной новостью, из-за которой многие прогнозировали, что Brent быстро провалится ниже 100 долларов за баррель. Это связано, прежде всего, с тем, что я отмечал ранее, что даже в случае высвобождения в таких объемах, как планирует США, нефть 1 миллион баррелей в сутки, то недостаточно, чтобы покрыть дефицит приложения за счет сокращения поставок из России, и этот дефицит уже составляет около 3 миллионов баррелей в сутки. Так, фондовый рынок тоже я рассматривал с точки зрения продаж существенно ниже тех уровней, которые ранее обозначались, и когда мы с тобой комментировали в прошлый раз о СНПИТ, были значения 4,540 около того. Сейчас котировки 4,523, и я думаю, что сегодня, после выхода протоколов, если они действительно прольют свет и добавят конкретики по тому, как быстро и как активно ФРС готов повышать процентные ставки, то есть если протоколы будут жесткими, то, соответственно, доллар вырастет, и я думаю, что перспектива проведения более жесткой монетарной политики все-таки может напугать фондовиков и стать причиной еще одной волны распродаж. Цели, в общем, прежние 4400 пунктов. Золото, которое сейчас котируется на отметке, так, одну секундочку, это Кайман у меня был, на отметке 1917 с половиной. Рекомендация была купить с уровня 1920, сейчас в небольшом убытке находимся. Но золото за последние торговые сессии, несколько даже торговых недель, хоть и периодически показывает волатильность, но все равно остается в коридоре 1925-1940. И это как минимум указывает на то, что рынок нуждается в каких-то весомых триггерах, чтобы раскачать волатильность настолько, чтобы актив выбрался за пределы устоявшегося коридора. И я вижу достаточно много оснований, чтобы золото зашортить, и при этом понимаю, что все основания, я имею в виду, рост доллара, рост доходности трежерис, которые негативны для золота, они могут быть в моменте перекрыты и нивелированы, компенсированы или нейтрализованы. Например, новостями об ухудшении событий в Восточной Европе. Либо, например, еще одном витке мощного роста инфляции. И про золото также могут легко вспомнить, как про инструмент, который позволяет страховаться от этих рисков. Поэтому я понимаю, что золото очень рискованная сделка сейчас, очень неоднозначный новостной фон. Настроения меняются фактически каждый день по несколько раз. То доминируют продавцы, то покупатели. Я такого не припомню, когда видел последний раз вообще в отношении золота, где более-менее часто все было понятно, кто доминирует. Либо те, кто ставит на сел, либо те, кто ставит на май. Сейчас это не так. Но продолжаю рисковать и ждать все-таки рост этого актива с целями, как ранее отмечал, выше 1950 долларов за тройскую пункт. Поэтому сегодня оставляю в силе рекомендации по шорту евро-доллара, по выкупу с более приемлемых значений нефтянку, собственно, длинные позиции по золоту и шорт американского фондового рынка, в частности индекс S&P 500. Все. Виталий, слово тебе. Так, всех приветствую. Пройдемся сейчас по прошлым рекомендациям. Начнем с индекса S&P 500. Итак, в прошлый раз была рекомендация от сел лимит на уровне 45.80. Четко ее отработали. То есть мы откатили, получается, в понедельник до этого уровня. Чуть не добили. И во вторник его зацепили в лимит и ушли вниз. То есть локальные какие-то цели мы выполнили. И, в принципе, я дальше согласен с тобой, что S&P 500, скорее всего, смотрится вниз. Вопрос, будет ли это с текущих снижения, или через, скажем, здесь какую-то болтаночку небольшую, и дальше падение вниз, там, вплоть до уровня 44.00. И, возможно, на перелог вот этого движения. Вопрос, как я уже ранее говорил, состоит в том, вот это движение вверх – это коррекционное движение, или это какой-то заходной импульс наверх с коррекцией, и дальше новый максимум. Это уже, по ходу, будем, скажем, брать вот этот индекс в работу на каждый обзор. Если какие-то понятные ситуации, будем, скажем, обсуждать его. Поэтому, кто ранее шортил, шорт, скажем, часть можно зафиксировать, часть оставляем, кто не шортил, повторность текущих, конечно, плохие цены. Возможно, где-то рынок даст в район, там, где ты шортил 45.50, поставить лимит, целый лимит со стоп-лоссом за, скажем, там 46.15, за этот максимум. Возможно, и мы сможем еще раз ввести, скажем, вчерашнюю максимуму, скажем, там поработать, то есть посмотреть реакцию и дальше шортить. Дальше, что у нас? Криптовалюты, биткоин. Аналогично говорил о шортах. То есть где-то мы в прошлый раз болтали, в районе там 46 тысяч с копейками. Цели локальные ставились на вот этот видео, который у нас был, это 44 с копейками. Мы практически его сделали сегодня. Дальше аналогично, как и по S&P 500, вот эта картина, которая здесь, она шортовая. Я думаю, что, возможно, мы будем дальше падать ниже 44 тысячи. Кто ранее не шортил, ну, где-то вроде там можно, вроде там, лимит поставить 46 тысяч со стоп-лоссом за 47.500, скажем, за вот этот максимум, который был локальный. И посмотреть, если дадут откат, то дальше пробовать чертить снова с целями там 44 тысячи и ниже, там, в районе 40 тысяч. Так, по золоту, напомню, ранее выставлял лимиты, мы пока к ним не дошли. Был лимит в районе, там, очень далеко, 1965. То есть я, как уже ранее, еще раз повторюсь, кто не смотрел нас в прошлые эфиры, рассматривая золото среднесрочно в шорт, вот если мы пойдем снова тестировать область, 1965, то здесь пробовать шортить или лимитом, или, ну, уже, желательно, конечно, по факту смотреть, какая здесь будет борьба, и пробовать среднесрочно шортить там, вплоть до уровня 1800-1700. На текущий момент, ну, сложно сказать, пойдет ли оно с текущих вниз, все возможно. Локально ли это будет, или нет, пока сложно сказать. Дальше, что было еще, евро-доллар, вот эта идея не отработала. То есть в прошлый раз я говорил о покупках в районе 1.10, если не ошибаюсь. Да, 1.10 покупать лимит, 100+, 0.950, он сработал, скажем, идея не отработалась. Ну, в принципе, она по факту ведь была какая-то отряжение, то есть без каких-то отряжений. На текущий момент, я в прошлый раз говорил, возможно покупать от уровня 1.09. Да, такой вариант возможен, но, скажем, он мне, скажем так, уже не сильно нравится, но, скажем, очень рискованно делать. Какой-то, возможно, отскок будет, или новый рост, очень рискованный момент. Ну, можно попробовать там 1.09 купить, посмотреть, как закроется, или байстопом выставить со стоп-лосом 50 пунктов. Ну и плюс, вот ты, кстати, правильно отметил, что индекс доллар коррелировал с евро-долларом из-за вот этих, скажем, евро-моментов по выборам во Франции, потому что вот я смотрел за другой валютной термины, там новозеладский доллар, австралийский доллар, канадский доллар, но там другая картина была. Там доллар показывал, скажем, за эти дни, вот если взять австралийский доллар, или даже не только там за последние несколько дней, а за последние несколько месяцев. У нас австралийский доллар показывает, что сильный рост, новозеландский доллар аналогично, канадский доллар аналогично, поэтому, ну, наверное, это из-за тех моментов, вот эти валюты показывают рост из-за того, что они, скажем, не участвуют в вот этом военном конфликте, который есть в Европе, да, они находятся где-то далеко, скажем, а вот евро-доллар и фунт-доллар, они, скажем, участвуют в этом. Поэтому вот так как-то евро была очень рискованная покупка. Мне кажется, что евро-доллар как индекс доллара чуть-чуть он отстает, евро. Вот индекс показал обновление максимума, которое у нас было в марте текущего года, евро пока еще нет. Доллар-франк, это точно неплохой рост показывает. Я его вчера в целях хедж покупал, потому что видел, что евро и фунт не идут, и, скажем, захеджировался покупкой вот этого инструмента. на текущий момент, если будет какой-то откат, скажем, по району 0.93, можно пробовать, скажем, здесь бай-лимит поставить 0.93 со стоп-лоссом 0.92.30. Конечно же, какая-то часть отработана, возможно, у нас будет коррекция, если будут и дальнейшие движения наверх. Хотя я уже слабо верюся. Больше надежды там с текущих, если что-то рассматривать, то это, если так подытожить, это S&P 500 и биткоин. Какие-то еще есть накопления, еще нет работы. Спасибо, Виталий. Ты закончил, да? Спасибо тебе за рекомендации, за сделки. Что, ждем тогда протоколы. Если кто-то, ну, ждался, друзья, в каком-то фундаментальном триггере и ждал, что вот что-то должно произойти, более-менее интересное. Ну, по крайней мере, не хочется переоценивать, конечно же, влияние протоколов. Но такое событие сегодня есть. В 21.00 по московскому времени. Кому интересно, сами пересчитайте на свои локальные часовые пояса. Короче, ждем, настраиваемся на волатильность и, соответственно, контролируем риски, как и всегда. Виталий, тебе тогда классного, удачного, успешного трейда сегодня и до конца недели. Ну, и обсудим тогда в понедельник, в том числе и протоколы, а возможно, что-нибудь еще, если что-то интересное произойдет. Спасибо тебе, пока. Пока, удачи. Субтитры сделал DimaTorzok